Денис Бердаков, возможно, и хочет стать депутатом, но место в Кыргызском парламенте ему пока не по карману. Его вчерашний пост в Фейсбуке о расценках за места в партийных списках наделал много шуму. Кыргызстане в 2020 году выборы в парламент. Мне предложили место. Но удовольствие дорогое. 350 тысяч долларов нужно внести в партийную кассу. Со скидкой, как медийному лицу, плюс у меня молодежная и национальная квота. По словам Дениса, депутатские места запросто покупаются. Причем, как на любом восточном базаре, торг здесь уместен. Еще идет по сути о рынке. Довольно сложном рынке. И то, что говорит из-за квот, есть целый ряд квот инвалидам, нацменьшинствам, молодежи. Но они на самом деле, эти скидки, которые предоставляют, да, есть несколько человек и несколько депутатов, которых я лично знаю, которые почти не вкладывали денег в партийную кассу. Один из таких депутатов, который, по его собственным словам, не платил за мандат ни в 2010, ни в 2015, достан Бекешев. Но даже он признает, выборы – дело затратное. Я, честно скажу вам, я никогда не участвовал в кассовых делах. Ну, все это из беседжи сводится. Если раньше там платили кто-то 200 тысяч, 100 тысяч долларов, 300 тысяч, то, учитывая то, что голос сам по себе дорожает, то, я думаю, это будет до 500, может выше, до миллиона доходить. Такие суммы, по его словам, платят те, кто не может набрать нужное для партии количество голосов. Естественно, отбирают по параметрам, знает ли вообще население, да, или на его потенциал хотя бы смотрят. Сможет ли он там, условно, за месяц, два, три набрать сторонников. Это для партии немаловажно. И очень самое главное даже, я бы сказал бы, по числу сторонников оценить человека. Это первое. А потом, естественно, любой партии деньги нужны на выборы. Главный вопрос в этой связи, как потом избранным депутатом парламента возвращают в себя вложенные деньги. Об этом мы спросили у Тазабека и Крамова. Бывший физкультурник как раз только вернулся с международного соревнования по борьбе с бронзовой медалью. Успешного спортсмена уже зовут в следующий созыв. Главное, здесь деньги не играют никакой роли. Это надо подчеркнуть. Может быть, если люди, которые не имеют поддержку, они могут предложить деньги. Но тут зависит от количества сторонников в регионе. Сам народный избранник на прошлые выборы, по его словам, потратил копейки. Все ушло на зарплаты агитаторам и бензин. Ну а те коллеги, которые вкладывают в предвыборную агитацию большие деньги, говорит Икрамов, делают это исключительно от бескорыстной любви к народу. Вы сами знаете, в парламенте нет денег. Мы не работаем с деньгами напрямую. Тем более, многие наши расходы сократили. Некоторые думают, что в парламенте можно заработать денег. Нет, здесь сидят те, кто горят за родину. У нас есть священная трибуна. С нее мы можем донести проблемы до правительства. Только мы можем рассказать о коррупции, которая где-то есть. Работать в парламенте Дазабеку Икрамову и его коллегам осталось около года. Хотя, по предположению самих депутатов, выборы в Дюгур-Кукингеш могут пройти уже этой весной. Поэтому подготовка к ним началась уже сейчас. Дюбек Бегалиева, Азатен Тумаков. Настоящее время Азия. Ишрек, Кыргызстан.